Лютики и цветочки в поле колыхают, Ветерок шальной нежно обнимает, Степь цветет и пахнет, Эх, вокруг раздолье, Троица настала, и душе привольно. 2 июня, день Фалалея, назван в честь святого мученика Фалалея. Это был христианский юноша, Прекрасным лицом и телосложением, С белокурыми волосами, Лет 18 от роду, По занятию врач, Безмездно лечивший всякие болезни. Он уже ранее бежал от мучителей христиан. Его случайно поймали вновь и стали пытать. Егемон схватил Бурав, Начал сам сверлить ноги мученика. Но тотчас у него отсохли руки. Потом пытались утопить. Он чудесным образом всплывал. Был усечен мечом. Считается наиболее благоприятным днем Для посадки огурцов подкрытый грудь. Говорили, пришел Фалалей, Досевай огурцы поскорее. А первый выросший огурец закапывали в огороде. Считалось, что в этом случае урожай будет хорошим. И наоборот, Если впоследствии на грядках появлялись Поблекшие или желтые петли огурцов, Говорили, что их кто-то сглазил. Сегодня наши предки молились богам И просили у них обильных дождей, Чтобы был урожай богатый. В православной церкви сегодня отмечали Обретение мощей святого митрополита Алексия Московского, Известного русского чудотворца. Приметы. Сегодняшний дождь Приметает декабрьские снегопады. Тыква. Тыква. Тыква, кстати. Огромное количество бета-каротина. Бета-каротин нужен нашей коже, Нашим внутренним органам. Почему он нужен? Потому что здесь содержится витамин, Вернее, провитамин А, Который, который... Вот сюда, близко, если что-то там лишнее. Который, из которого вырабатывается витамин А. Который нужен для того, Чтобы наша кожа, слизистые оболочки Чувствовали себя и вернее, были снабжены полношенно. И мы просто нарезали раз, нарезали два, нарезали три. Ну, это как бы считается традиционно для зрения полезно и для роста, да? Вот и для зрения, и для роста. Как морковка. Да, ну вот так ее вроде невкусно. Но сейчас мы сделаем так, Что ее будет есть вкусно и приятно. Итак, от винта. Сок брызнет. Потрясающе, а там уже пошел сок, да? Да. То есть ваше занятие тяжелой атлетикой пригодились? Да. Ну что ж. И, кстати, вы видите вот этот вот жмых? Да, жмых. Мы его выбрасываем. В детстве ели, сейчас выбрасываем. Вот этот жмых можно использовать в качестве маски, природной косметики. И улучшать лицо, кожу лица на пяточки, чтобы пяточки не... Просто намазывать, да? Да, и следующую программу, которую я буду делать, уже специально для женщин, она будет посвящена природной косметике. Вот, мы возьмем какую-нибудь женщину и намажем на нее, ей на лицо жмых, да. Я буду держать руки, а Геннадий Петрович будет намазывать. Я сейчас дам стакан. Игорь, как раз наливайте. Сок надо пить сразу же, видите, как он быстро окисляется. Разливайте уже тогда. Как? Ну, в общем, теперь мы за здоровье... Попробуем. За здоровье наших зрителей давайте в Эфи. Хотелось бы, чтобы их было побольше. Да. Ну как? Потрясающе.